здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня опять вдогонку девчонки к тому видео последнему кто не знает разбор был вот этого джемпера узор я показала сначала как вязать и потом не совсем не дошло что его же нужно и в конце связать то есть обратная сторону этого узора то есть сверху вниз я сегодня вам покажу вот вам покажу сколько я у меня попыток было вот первая которую я показывать не буду так это 2 это третье вот это вот вторая у меня была попытка третья попытка но мне же все-таки хотелось восстановить вот эти вот дырочки чтобы и дырочки там были и вот четвертая попытка которую я вам покажу то есть у нас здесь есть и дырочки и есть вот это вот ракушка что хочу сказать девчонки кто хочет понятное дело она отличается потому что здесь вот да нам нужно сокращение как-то делать поэтому чуть отличается кто у нас перфекционист то вяжите две детали одинаковые и по плечу вы просто их сошьете либо закроете как показано видео в моем все ссылки на эти полезные видео к бы этой модели я оставлю под видео в описании вот а сейчас мы просто разберем вот этот вот узор эти неудачные образцы я беру вот и разбираем именно этот узорчик значит число петель я буду вязать 2 раппорта чтобы вам четко было понятно вот это вот этот вот момент потому что я если буду вязать один то не будет вот этого центральная как бы стыка значит число петель у нас будет кратно 14 и плюс 3 то есть 14 петель это рапорт и две петли кромочной и одна петля для симметрии у меня здесь 28 28 петель плюс 3 то есть 31 петля и так первый ряд кромочную снимаем 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 из одной петли вывязываем 6 каким образом лицевая накид лицевая накид лицевая это 5 и шестую вот за заднюю стеночку я вывязываю получилось у меня 6 петель 1 2 3 4 5 6 далее 13 лицевых и снова ввязываю из одной петли 6 и 6 за заднюю стеночку и 7 лицевых изнаночных изнаночных изнаночный ряд все петли изнаночными где у нас 6 петель мы их тоже провязываем изнаночными так третий ряд первую петлю снимаем далее провязываем 2 петли вместе лицевой далее 3 лицевые петли так далее 4 лицевые 2 подождите 4 5 лицевых накид и теперь так 5 2 петли вместе 5 лицевых накид и теперь из одной петли вывязываем 3 вот эти шесть петель которые мы вывязали мы добавляем дополнительные петли то есть из каждой петли вывязываем 3 3 петля накид петля 2 3 4 из 5 петель мы вывязываем по 3 это 15 петель у нас получилось и последнюю шестую мы просто провязываем делаем накид 5 петель лицевых 3 петли вместе лицевой при этом вторую мы ставим на первое место поверх 1 и провязываем 3 петлю и провязываем 3 петли вместе далее 5 лицевых накид здесь тоже самое из каждой из 5 петель вывязываем по 3 и и последнюю провязываем просто лицевую 3 4 5 и 6 просто провязываем делаем накид 5 лицевых и 2 петли вместе лицевой и 2 петли вместе лицевой вторую ставим поверх 1 изнаночный ряд изнаночные петли 2 3 4 5 6 накид провязываем изнаночными и здесь мы подходим к этой ракушке которую мы вяжем таким вот образом то есть после накида 1 изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 лицевые изнаночная вот таким вот образом то есть мы уже сформировали ракушечку и далее изнаночными петлями до следующего накида и между накидами мы провязываем вот эту ракушку то есть одна изнаночная между по одной изнаночной между ними по 2 лицевые и того у нас получается 6 изнаночных и 5 полосок по 2 лицевые вот вот они снова изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 2 3 4 5 и 6 просто без двух изнаночных до конца ряда довязываем изнаночными петлями пятый ряд кромочную снимаем 2 вместе лицевой 3 лицевые теперь 4 лицевая и вот петля которая у нас образовалась из накида мы их провязываем вместе лицевой и делаем накид здесь вяжем по узору эти 16 петель ракушки теперь уже до конца мы будем вязать по узору то есть 6 лицевых и 5 полосок по 2 изнаночные такая своеобразная резинка 2 на 1 так вот они здесь где вы делаем накид после ракушки и поворачиваем эти две петли и провязываем вместе лицевой слева направо далее 3 лицевые здесь 3 петли вместе лицевой меняем местами 2 поверх 1 провязываем 3 петли вместе лицевой 3 лицевые 2 вместе лицевой накид здесь 16 петель по узору здесь накид поворачиваем после ракушки поворачиваем петли и провязываем слева направо 2 петли вместе 3 лицевые и 2 петли вместе лицевой меняем местами шестой ряд изнаночный вяжем по узору все петли изнаночными кроме ракушки там у нас по полосочке есть из лицевых петель так вот она ракушка видим да вот по узору как лежат петли так седьмой ряд кромочной спине снимаем 2 петли вместе лицевой 2 лицевые 2 петли вместе лицевой видите здесь у нас уменьшаются накид ракушку 16 петель по узору так вот я их провязала теперь снова накид здесь поворачиваем две петли и провязываем слева направо две петли вместе 2 лицевые теперь 3 петли вместе лицевой видите вот почему у нас здесь две потому что у нас половина этого вязания здесь 2 здесь 2 если бы это было внутри вязание то был бы вот такой вот клинышек почему я два раппорта 2 лицевые 2 петли вместе лицевой накид 16 петель по узору накид 2 петли вместе поворачиваем 2 лицевые и 2 петли вместе тут в принципе я думаю можно тоже повернуть до без разницы чуя так могут счета я сегодня так изнаночный ряд по узору так 9 ряд кромочную снимаем 2 петли вместе лицевой 1 лицевая 2 петли вместе лицевой накид 16 петель по узору накид поворачиваем две петли вместе слева направо 1 лицевая вот почему потому что здесь у меня мне нужно менять местами поэтому я и в конце менялами так 3 петли вместе лицевой лицевая 2 петли вместе лицевой накид 16 петель по узору хотя там можно в конце просто повернуть эти петли не менять местами ну да в принципе без разницы делайте так как вам удобно так это у нас 9 ряд по моему да здесь я поверну и в конце я поверну после 16 петель опять же накид 2 вместе лицевой лицевая 2 вместе лицевой изнаночной изнаночный ряд по узору 3 4 5 6 7 8 9 да это 10 ряд так 11 ряд 2 петли вместе лицевой снова 2 петли вместе лицевой видите у нас здесь уже все заканчивается накид 16 петель по узору по узору накид 2 петли вместе лицевой 3 петли вместе лицевой 3 петли вместе лицевой 2 петли вместе лицевой накид 16 петель по узору 2 петли вместе лицевой изнаночная 2 петли вместе лицевой изнаночная 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 по узору так и последний ряд здесь у нас 3 петли вместе лицевой далее 16 петель по узору лицевая и здесь вот нам нужно закрыть 5 петель при этом третью мы ставим поверх первых вторых и закрываем 5 петель нам нужно аннулировать этот накид вот 3 петли вместе 5 петель вернее вместе лицевой далее 16 петель по узору здесь тоже закрываем 3 петли в принципе вы можете закрыть как бы и оставить этот накид не аннулировать его да то есть оставить его как лицевую петлю смотрите сами так и изнаночный ряд по узору далее мы все петли закроем так и теперь закрываю закрывала петли я по узору оно так получается красивее где лицевые петли я провязываю по 2 вместе лицевой где изнаночные я провязывала изнаночной почему то мне так больше понравилось именно краешек сейчас я вам покажу разницу вот здесь по узору видите а здесь я просто лицевым не закрывала мне кажется так лучше так девчонки пока закрываю опять снова заставляю себя эту тираду говорить но ничего не поделаешь девчонки большая просьба подписаться в инстаграме фейсбуке все ссылочки под видео в описании там есть кнопочка еще нажимаете на нее и вам все ссылки откроются в связи с чем потому что ходят слухи о закрытии ютуба в россии поэтому девчонки половину своих подписчиков я терять не хочу я очень вас ценю дорожу вами и ни в коем случае не хочу терять поэтому прошу вам огромная просьба подписаться на любую из социальных сетей моих чтобы в случае чего мы были на связи и потом уже по ходу дела по обстоятельствам будем как бы определяться вот чтобы была у нас связь мы не потерялись вот ну и еще конечно же ставим лайки подписываемся репостим пишем комментарии так видите как получается по узору в принципе все я уже дальше не буду закрывать вот по сути все если сделать ВТО то уже все так ну и все девчонки на сегодня это все с вами была Вика школа рукоделия всем пока пока все в